Доброе утро! Давайте сегодня продолжим разговор о финансах и о правильном имя управления и распоряжениях. Сегодня давайте поговорим о том, ну как бы расставим приоритеты что ли в этой области. Напомню актуальность темы. Кто-то когда-то сказал, какой-то мудрый человек, что область, ну там я не знаю, отношения с противоположным полом, финансы и власть. Вот эти вот три вещи являются сильнейшими искушениями для служителей. Ну, на самом деле, ну оно так и есть, на самом деле не только для служителей, но и для любого человека верующего. Вот эти вот три вещи, три области являются, ну это области сильнейшего искушения. Вот, и мы видим финансы вот в этой троице, поговорим о них. Именно поэтому важно, ну быть особенно внимательным в этой области. Потому что опять мы имеем дело, ну, с крайностями, как это часто и бывает. То есть я говорю сейчас про верующих. Про неверующих вообще мы не говорим, это отдельный разговор. Вот, но говоря про верующих, опять мы наблюдаем две крайности. Первая крайность, о которой я обозначал, ну там люди вообще на это не обращают внимания, ну там как будет, так и будет, думаю, что это есть доверие Богу. Ну, и они как бы эту область там, ну, типа, как получится, да, уж сколько Бог даст. Вот, то есть совсем не обращать внимания на эту область, как бы все в таком каком-то, куда ветер подует, вот так оно и пусть будет. Вот. Другая крайность, это когда человек убивается в финансы, в деньги, в зарабатывание, вот, ставит это на первое место в своей жизни. Ну, или как, естественно, ему кажется, что нет, но по факту получается, что да. То есть он принимает решения, такие решения, которые показывают, что все-таки нет. Ни служений, ни Бог, но деньги являются у этого человека на первом месте. То есть человек убивает туда все время, все свои, там, все силы, жертвует многим в своей жизни, семьей, там, и так далее, семьей, служением, отношениями с близкими и ломится за деньгами. То есть это две крайности, ни та, ни другая, естественно, нездравая. Вот. Поэтому давайте, продолжая разговор о финансах, давайте будем расставлять приоритеты и учиться, как это правильно делать, как правильно все, чтобы в этой области было. Первый, самый главный принцип мы видим в Библии, да, то есть следуя словам Христа, мы видим, что Иисус сказал, какая, когда Его спросили, какая наибольшая заповедь, Он сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего, возлюби Бога всем сердцем, всем разумением и всей душой, там, всей крепостью и так далее, и возлюби ближнего, как самого себя. Мы видим, что первая заповедь, наибольшая заповедь, это возлюби Бога, как самого себя, возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. То есть это означает, что Бог должен быть на первом месте. Это также из этого логически вытекает, что и в области финансов также Бог должен быть на первом месте. Обратите внимание, что когда Иисус говорил ученикам, ну, наставлял учеников о материальных всяких вещах, Он сказал следующие слова, это Матфея, 6 глава. Написано, 24 стих, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или другому, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Обратите внимание, что Бог противопоставляет себе не что-нибудь, не там красоту, хобби, или там что-то еще, не знаю, масса вещей есть в жизни, которые человека цепляют, которые человека манят, но Бог противопоставляет себе именно мамонну. Мамонна – это Бог богатства. Он говорит, он говорит, вот, именно вот, пусть будет вот так. То есть, когда мы говорим о деньгах, Бог должен быть на первом месте, не мамонна. И то, ну, тот мотив, о котором, который должен быть в нашем сердце, ну, мы о нем говорили уже вчера, в прошлый раз. То есть, именно должно быть не в нашем желании распоряжаться правильно деньгами, должно быть, опять-таки, нежелание заработать их как можно больше. Вот. То есть, не это есть правильное распоряжение деньгами. Это вообще не распоряжение, это заработок. Вот. Но стремлением должно быть правильное отношение, правильный подход к финансам. Ну, вот. И здесь мы плавненько подходим вот к этой мысли, а как чтить Господа, как ставить Бога на первое место именно в финансовой области. Да, каким образом, какие практические шаги должны быть. Ну, здесь напрашивается, как бы, естественно, первое, что, о чем здесь вспоминается, это, конечно же, десятины и приношения. То есть, как мы можем, как мы можем чтить Господа вот в этой области? Ну, самое главное, самое первое, это, естественно, ставить Бога на первое место вообще. То есть, это означает, что, принимая решения в этой области, в финансовой области, нам также нужно учиться Бога ставить на первое место, как и в любой другой области. Вот. То есть, говоря, например, об отношениях, там, детей, родителей, то есть, опять мы говорим о том же самом, что Бог должен быть на первом месте, что решения относительно, там, отношений вот этих вот внутри семьи должны приниматься, имея в виду, что Бог самый главный, что Его принципы должны быть утверждены вот в этих отношениях. То есть, это любовь, принятие, мир, там, забота, там, и так далее, и так далее, милосердие. Вот. Ну, естественно, должность, справедливость, должное наказание. Вот. Но самое главное, это любовь. И здесь то же самое. Да, да, и потом, кстати говоря, потом вот эти вот, ну, потом вот эти принципы выливаются в какие-то практические шаги. То есть, например, если мы чтим Господа, да, то должно быть, например, наставление детей, то есть, мы должны учить детей Библии. То есть, если Господь на первом месте, мы должны показывать детям, что Бог на первом месте. Каким образом? Не раздражаясь на них, не, ну, там, в общем, короче говоря, правильно воспитывая, там, и так далее, сдерживаясь, прося прощения, если необходимо. То есть, вот, это выливается в совершенно конкретные шаги. по аналогии, вот, то же самое в области финансов. Самый главный принцип, Бог на первом месте. Вот. Далее, мы начинаем думать, а как это выразить на практике. И Библия нам подсказывает, как это выразить, как это должно быть. Вот. И в притчах мы читаем, в притче 3 глава, здесь написано 9 и 10 стих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином. Чти Господа от имения твоего. То есть, мы видим, что такая заповедь, такой принцип, что ли, указание, как чтить Господа. Библия говорит, чти Господа от имения своего. То есть, от имения, это означает отделить часть от имения и отдай Богу. Таким образом, почти его. Вот. А Малахия нам говорит очень жесткие слова, очень просто, вот знаете, просто жесть. Но, видимо, тогда ситуация в израильском государстве была совсем скверная, поэтому приходилось применять такие прям жесткие слова. Малахия 3 глава, 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. А проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме моем была пища. Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? И я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградные лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». Вот, смотрите, здесь Малахия говорит достаточно жесткие слова своему народу. Он говорит, вообще вы обкрадываете меня. Но и здесь мы уже встречаем понятие десятины и приношения. Бог прямо говорит, несите десятины и приношения, короче говоря. И в чем суть этого явления вообще? Суть этого явления в том, что когда Бог дает какое-то целое человеку, то, чтобы показать, что на самом, например, Бог дает мне что-то, да, нечто. И когда Бог говорит, что, да, и так, и когда, как я могу показать, вот, что я чтю Бога? Это когда я от этого целого отделяю некую часть и отдаю ее обратно Богу. То есть не из своего, а из Божьего, который Бог мне дал. Здесь вот тоже важно понимать, что все, все, что мы имеем, это Божье. Все, что мы имеем сейчас материального, это то имущество, которое дано нам в управление. Это не наше. Потому что, помните, мы в прошлый раз так и читали, если вы в земном не будете верны, то кто поверит вам в ваше? То есть, если вы в чужом не будете верны, кто доверит вам ваше богатство? Наше богатство ожидает нас на небесах. И здесь ясно видно, что то, что мы имеем здесь, не наше, оно Божье. И вот чтобы это показать, чтобы это обозначить, чтобы действительно сказать Господу, что да, я чтю, я, Господь, поклоняюсь Тебе, вот этим имением, я показываю, что все, что Ты мне дал, это Твое, а не мое. Я просто распоряжаюсь этим. Вот тогда, вот Бог говорит, вот Бог учредил такой механизм для того, чтобы показать, для того, чтобы дать понять и мне самому, и тем, кто рядом со мной, вот, то есть, выразить вот это свое отношение тем, что я отделяю часть от того, что мне Бог дал и отдаю Ему. Это обязанность. Это не, как некоторые люди относятся к этому, как к жертве. Да, Господь, вот я тебе жертвую. Это не есть жертва. Это обязанность, которую Господь вменил человеку. Вот. Чтобы он чтил таким образом. То есть, Бог показал путь, как его можно почтить. Вот. И смысл, ну, вот эту идею мы встречаем не только в области финансов. Эту идею мы встречаем, например, в других областях. Помните, например, в Библии есть такой момент, когда Бог выводил израильский народ из Египта. Написано было, что Бог поразил Египет в первенцах. То есть, поразив первенцев, Бог таким образом символически поразил весь Египет. Хотя, там весь Египет тоже был разорен уже к тому моменту. Но вот Бог отметил именно вот этот момент. Он сказал, что я поразил вот этот вот народ, египтян, именно в первенцах. То есть, поразив часть, Бог обозначил, что он имеет власть над всем. что он поразил как бы все. То же самое, та же самая идея о первенцах мы видим в заповеди ну, собственно, о первых, кто родился в семье, то есть, о первом ребенке в семье, мальчике, естественно. Бог говорит, что первенец принадлежит мне. Если вы не хотите его давать на служение, то давайте выкупайте его. То есть, это написано, вы в исходе. То есть, вот эта вот идея, что чтить Господа от целого, чтить Господа какой-то частью, она, ну, в общем-то, мы видим, что она не только в финансах, мы видим, она везде. Но сейчас мы говорим о финансах, поэтому здесь важно вот усвоить вот этот момент. Первое. Бог на первом месте в этой области. Мы будем об этом говорить еще дальше. о каких-то практических вещах, но вот пока о десятинах. Первое. Бог на первом месте. Второе. Как нам реализовать эту идею? Нужно Господа почтить. Каким образом почтить? Бог дал совершенно четкий механизм. Чтите меня вот таким образом. И вместе с этим Бог дал и обещание, да, как мы здесь видим. Испытайте меня, хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. В притчах мы тоже самое читаем. И наполнится житница твоей до избытка. Чсти Господа от имения твоего и наполнится житница твоей и так далее. Точил твоей будет переливаться новым вином. То есть, мы видим, что это заповедь с обещанием. Мы видим, что Господь прострет свое благоволение на вот эту область тогда, когда в ней будет почтение Господу выражено таким образом. Поэтому хотя бы вот так. Вот такие заповеди. Давайте их применять, принимать, принимать и применять. Отец наш небесный, спасибо тебе за то, что ты даешь нам ясный, четкий путь, по которому нам нужно идти и молю тебя о том, чтобы Господь мы принимали этот путь, принимали его целиком, не какие-то части, которые нам приятны, а другие неприятны, Господь, и мы не будем их принимать, но принимали их все. В полном, в полной мере научи нас Господь исполнять верно то, что ты заповедил нам. Вы прославлены отец твоего Иисуса Христа. Аминь.